Правительство России разработало форму увеличения прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. Сумма составила 8 978 рублей, что на 402 рубля больше, чем в этом году. Проект закона предложили принять местным депутатам, чтобы затем деньги на доплату этой самой незащищенной категории населения выделили из федеральной казны. Обсуждение закона проекта вышло очень ярким. Депутаты от ЛДПР предлагали сумму увеличить. Ведь чиновники объяснили, разницу придется находить в областном бюджете. Каким образом, неизвестно. Даже перенос решения вопроса грозил бы тем, что деньги от федералов не получат. Но либерал-демократы стояли на своем. Я, честно говоря, не понимаю, как можно, при том, что у нас уровень жизни высокий в Ивановской области, очень высокий уровень жизни, я не ошибся в этом слове, у нас очень все дорого. А при этом мы самую низкую пенсию. Мы как будем людям-то смотреть в глаза, я вот, честно говоря, не понимаю, как своим избирателям. Если при молчаливом согласии Единая Россия сейчас, я предлагаю, сейчас они все проголосуют за, они сейчас никто ничего выступать не будут, оппонировать никто не будет. Эта доплата идет из федерального бюджета. И мы сейчас, как бы мы не хотели рассуждать, как мы будем жить на эту пенсию, мы не можем отойти от тех технических расчетов, которые мы должны сделать для того, чтобы эти средства были предусмотрены и в бюджете Российской Федерации. Законопроект, впрочем, депутаты приняли большинством голосов. Значит, средства из федерального бюджета все же поступят. Продолжение следует...